Ну а пока продолжим тему спорта и свяжемся с нашим гуру фитнеса Евгением Паншиным. Надо немного потренироваться, а то даже как-то стыдно. В общем, Жень, привет! Что за тренировку ты сегодня для нас приготовил? Игорь, привет! Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы тренируемся в режиме так называемом статодинамики. Что это такое? Мышца находится в постоянном напряжении не менее 40 секунд. Вот это важное. Замечание, важное правило, которое вы должны будете сегодня соблюдать. То есть мышца находится в напряжении не менее 40 секунд. Мы ей не позволяем расслабляться. Это влечет определенный биохимический отклик со стороны мышечной клетки. То есть она получает меньше кислорода, в результате чего она переходит на другой режим энергообеспечения. Молочная кислота, наверняка вы слышали о такой штуке. Так вот, мышцы закисляются, и этот процесс запускает выброс гормональный в кровь. И в результате чего? Эти гормоны, как мы разбирали ранее, будут влиять на наше тело. В зависимости от питания. Либо набирать мышечную массу мы можем, либо худеть за счет сжигания лишнего жира. Ну, а это все классно. Я единственное напоминаю, что любую тренировку нужно начинать с разминки. Варианты можно найти в нашей группе «Сидим дома» ВКонтакте. Я размялся за кадром, поэтому можем приступать. Женя. Итак, первое наше сегодняшнее упражнение – приседания только в режиме статодинамики. Как не позволить мышцам расслабиться? Для этого мы выполняем наши классические приседания, только мы делать будем в этот раз их очень медленно. На три секунды мы будем опускаться плавно вниз, внизу мы не будем практически задерживаться, паузы не будет. Будем подниматься вверх на секунду, а вот в верхней точке мы ноги полностью не будем выпрямлять. Это позволит мышцы держать в постоянном напряжении. И дальше будем опять уходить в присед. Как это будет выглядеть? Раз, два, три. Встали, ноги полностью не расслабили. И опять. Раз, два, три. Так. То есть ваши мышцы всегда напряжены. Это обеспечивает тот самый процесс, о котором я говорил ранее. Замедление крови, движение крови по мышцам, результат чего они недополучают кислород. То есть мы выполняем таким образом, если мы посчитаем, что на один повтор у нас уходит 4 секунды, а нам нужно таких сделать ровно столько, чтобы мышцы были под нагрузкой не менее 40 секунд. То есть где-то 12, 10-12 повторений. Так, давай тогда перейдем к следующему упражнению, пока есть этот запал. Итак, следующее наше упражнение. Для этого, для его выполнения нам потребуется некоторый предмет. Это может быть бутылка, это может быть стопка книг, без разницы. Это не отягощение, это просто предмет, до которого мы будем дотягиваться. Объединяем упражнение на заднюю поверхность бедра и на ягодичную мышцу с упражнением на тренировку баланса. То есть мы подальше отходим от этой бутылки и, стоя на одной ноге, колено чуть согнутое, я пытаюсь дотянуться, сохранив равновесие до этой бутылки. Также 2-3-4 секунды тянусь, а когда выпрямляюсь, полностью ногу не расслабляю. Стараемся держать равновесие, но можно немножко помогать себе либо этой ногой, второй, либо придерживаться за стену. То есть важно тянуться вперед. Вот представьте, у вас свет выключил, а вам нужно узнать погоду. Как сделать это? Как с этим справиться, в конце концов? Вы берете, высовываете руку в форточку, и чем дальше вы руку высовываете, Игорь, тебе не сильнее. Ладно. Чем дальше вы руку суетете в форточку, тем точнее прогноз погоды. Хопа. Ага. Ну, в общем, еще раз. Продолжаем. На каждую ногу нужное количество повторений, чтобы каждая нога была под нагрузкой не менее 40 секунд. В общем, я научился нормально тянуть к лапше быстрого приготовления. Жень, ты в самом начале нашего с тобой разговора говорил, что мышцы при таком подходе сильно закисляются. Значит ли это, что после такой тренировки наше тело будет болеть сильнее? Итак, мышцы у нас болят не всегда. В некоторых случаях. То есть это либо начало тренировок, либо изменение программы тренировок, либо непривычный порядок упражнений. Скорее всего, если вы впервые делаете тренировку подобного рода, в режиме статодинамики, мышцы будут побаливать. Но опять-таки, если мышцы не будут болеть, это вовсе не означает, что ваша тренировка не была эффективна. Так, ну ладно. В общем, усталость уже чувствуется, но пару упражнений мы еще осилим. Что дальше? А я вот предлагаю третьим упражнением сделать отжимания. Игорь, давай, я знаю, что ты выросил. Отжиматься. Обожаю. Упор лежа принимаем. И также в режиме статодинамики, то есть на 3 секунды вниз. Раз, два, три. Вверх. Вверху полностью руки не выпрямляем. Опять. Раз, два, три. И вот я сейчас именно 3 секунды сделал. Руки-то трясутся. Если сложно отжиматься классическим вариантом, делаем это. О, вот это нам подходит. Контролируем движение. Не забываем о дыхании. Пару минут на отдых. Две-три минуты. И еще 2-3 подхода. Ох, так, отлично. А что у нас дальше? Чем мы завершим тренировку? Ну и на финалочку. Вишенка на торте. Называется упражнение, ну, я называю его планка локти. Мне очень сильно ненавидели клиенты. Когда я им давал это упражнение, Игорь, я думаю, ты меня тоже возненавидишь теперь. Это да. Встаем в упор лежа и выполняем следующую комбинацию. Опускаемся на предплечье и на второе предплечье. И встаем обратно. Это один повтор. Медленно, 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 медленно. То есть таким образом в статике работают мышцы живота, мышцы ног, мышцы спины. Да все мышцы, собственно говоря. Под локти можно подложить что-нибудь мягкое, если вдруг вам дискомфортное выполнение в таком варианте. Также выполняем 15-20 повторений, либо ставим таймер и не менее 40 секунд работаем. Также 2-3 минуты отдыхаем и еще 3-4 подхода данного упражнения. Вижу, тоже запыхался. В общем, спорт классно. Женя, спасибо. Ждем новых тренировок. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok